Слава Богу! Аруха Шем, благословенное имя Господне! Сегодня 2 марта 2018 года. Вечер, пятница, встреча шаббата. Все приготовлено уже. В этих приготовлениях сегодня. Сейчас начнем с трансляции, буквально через пару минут. Вот, и трансляция на ютубе, на моем канале. Я так и назвал, встречаем субботний, встречаем Господний субботний день. Вот так вот назвал эту трансляцию. Так что, да, молюсь, конечно, об этой трансляции, о всех, кто подключается, смотрит. Боже, пусть эта радость субботняя, она и зальется в сердца наши. Духом Твоим Святым. Благослови Господь эту трансляцию, благослови всех нас, во имя Господне. Вот, и тоже ожидаю, что и моя семья, жена, дети посмотрят. Ну, когда не получается вот в прямом эфире, то я уже надеюсь, что тогда уже в записи, тогда уже посмотрят. Вот, и надеюсь, что уже вскоре будем вместе шабатствовать, вместе отмечать шабаты. Слава Богу. Спасибо Богу за все. Спасибо всем, кто молитвенно и финансово участвует в моем служении. Кстати, напоминаю, перед эфиром еще напоминаю, перед тем, как включу эфир, вот для этой записи камеры, что, значит, финансово вы можете участвовать с Украиной таким образом, что пополняет номер счета Киевстар. Телефона Киевстар 096-96-266-75, еще раз повторяю, 096-96-266-75. А в России номер МТС, то Киевстар был украинский, а это МТС в России, 915 код и номер 780-48-74. Еще раз, 915-780-48-74, да. Вот, кстати, и время уже пришло трансляции, поэтому я запускаю трансляцию, прямой эфир. Ой, шаббат шалом, шаббат шалом. Шаббат, 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 шалом. 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 Он всегда живой, хаи. Эй, Вену, шалом, алейхем. Эй, Вену, шалом, алейхем. Эй, Вену, шалом, алейхем. Эй, Вену, шалом, 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 алейхем. И благоставляем Иерусалим, друзья. Шалом, шалом, Иерусалим. 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 Шаббат шалом, друзья, шаббат шалом, Господний мир, субботний мир. Всех приветствую, благоставляю, кто подключился, кто подключается к этой трансляции. И сегодня у нас суббота, начинается суббота, шаббат, мы встречаем шаббат. И сегодня пятница вечер, и по традиции, как раз древнейшей библейской традиции, мы начинаем новый день. Как написано, и было утро, и был вечер, день там такой-то. В частности, вот, начало седьмого дня. Да, подошла к концу, закончилась трудовая неделя, шесть дней работать, Божьи заповеди есть. Вот, но та же самая заповедь говорит нам о седьмом дне, который мы должны отдать Господу, на общение с Господом, на особое пребывание с Ним, на покой в Нем. Вот, и действительно, это очень важно и для Него, и для нас. И вообще, это прекрасно, прекраснейшая заповедь. Ну, все заповеди прекрасны. Вот, они просвещают нас, они умудряют нас, они благоставляют нас. Знаете ли, Бог через эти заповеди свои, Он благоставляет нас, верующих. Вот, и я Богу очень благодарен за его субботу наступающую, уже наступивший, уже вечер. Зажег я свечи уже, сказав такие слова, вот, обычно зажигая свечи, говорю, ну, по-русски звучит так, что благословен Бог наш, давший нам шаббат и повелевший нам зажигать свечи, субботние свечи шаббата. Вот, и зажигаю их, и вот этим самым, как бы, ну, как сказать, уже официально объявляется до начала субботы. Ну, как, допустим, какой-то, не знаю, конференция, или, допустим, какой-то симпозиум, ну, не знаю, встреча какая-то. И, допустим, выходит в начале человек и говорит, что, значит, объявляю нашу конференцию или нашу встречу открытый. Все, как бы, это вот официальное начало. И все знают, это начало открытия уже конференции, начало открытия, там, этого мероприятия. Вот, и вот всегда, вот, всегда-всегда мы зажигаем свечи в ознаменовании начала субботнего дня. Благодарим Бога Всемогущего, вот, и в этой трансляции, конечно, я, значит, хочу тоже помолиться с вами вместе, вот, и поблагодарить Бога за всём, вот, прославить Его за милость, за благодать, вот, и за спасение, за жизнь вечную, за дар Его вечной жизни. И заповедь субботняя, она прекрасна, как и другие заповеди, да, но, интересно, самый первый шаббат, самую первую субботу провели наши далёкие-далёкие предки ещё, вот, Адам и Ева. Они провели этот шаббат, первый самый шаббат в истории человечества, в истории нашего мира, вот, это было уже чуть побольше, чем 5778 лет тому назад, вот, и, да, почти 6000 лет прошло с того времени. Надо же, время быстро летит, ну, хотя в небесном Божьем измерении это всего лишь как будто бы 6 дней, да, неполных ещё, вот, там тысячи лет, как один день, вот, вот так вот, интересно, да, и вот мы подошли уже к концу, в нашей истории с вами, в истории человечества, к концу 6-го тысячелетия. Да, а вот, без малого, 6000 лет тому назад, первый шаббат встречали первые люди, первая семья, это была семья Адам и Ева, мужчина и женщина, муж и жена. И, действительно, это были прекрасные мгновения, в шестой день мы были созданы, люди, знаете ли, но седьмой день, наверное, Адам и Ева, с замиранием сердца, наверное, с восторгом ожидали, вот, этого чуда. И вдруг, когда всё было совершено, уже завершено, вот, Бог, обращаясь к человеку, ко всему миру сотворённому, объявляет мир завершённым, мир построенным, созданным, и заявляет, что, а сейчас я буду отдыхать с вами. Давайте мы этот день проведём вместе, только я и вы. И эта первая семья, наверняка, с радостью, с восторгом приняла это предложение, вот это да, конечно, да, провести день с Господом. Я не знаю, о чём они говорили, вот, что они кушали, что они пели, но я думаю, это всё было прекрасно. О том первом шабате. И вот все шабаты наши, все субботы, вот, на протяжении всей нашей, вот, шеститысячелетней истории человечества на этой земле, как некое воспоминание о том первом шабате, о том первом дне, проведённом с Богом. Да, так что сама вечность, как бы, проникает в это временное измерение. Слава Богу! Да, и когда Мессия вернётся, второе пришествие, мы ждём с нетерпением уже, ждём уже, ну, с долготерпением, точнее даже, сказать правильнее. Ожидаем возвращения нашего Господа, возвращения Мессии, возвращения Иисуса Христа, Его второе пришествие. И ведь Мессия Иишуа, он стал тем, как сказано было о нём, вот, на Средине мы вспоминали, как раз, эти слова, которые праведный сказал Симеон, что он есть свет к просвещению всех народов, и он есть слава народа своего Израиля. И действительно, Иисус Христос стал светом к просвещению, светом просвещающим даже все народы, и славой народа своего Израиля. Особенно вот в это последнее столетие, вот на протяжении 20-го, даже в конце 19-го столетия, на протяжении 20-го столетия, особенно после Второй мировой войны, с момента образования Израиля, это стало особенно ярко вообще. И в наши эти последние годы это наиболее просто знаменательно. Кстати, этот год у нас в календаре нашей церкви, реформаторской православной церкви, Христа Спасителя, архиепископом, который я являюсь, ознаменован таким событием, которое вспоминаемо, а именно 70-летие возрождения Израиля, образования еврейского вновь государства, такого геополитического чуда 20-го столетия, и вообще одного из основных чудес Божьих, чудес света нашего времени, нашей эпохи, слава Богу, 70 лет победы, 70 лет величайшей победы, величайшего чуда. Весь этот год он ознаменован воспоминанием этого планетарного масштаба события, вот. Ну, а особенно, конечно, в мае месяце, особенно в мае, потому что в мае сами торжества эти будут проходить в самом Израиле непосредственно. Я лично по-хорошему завидую тем, кто будет в мае месяце в Израиле, вот. Господь, если усмотрит, вот, тоже хотел бы быть, конечно, вообще. Ну, и здесь тоже провести, безусловно, у нас в церкви провести мероприятие. Даже это, скажу так, важнейшее, наверное, потому что в этом плане просвещение, просвещение нужно очень серьезное. Ведь очень много христиан у нас, и православных, в частности, христиан, вот, в этом плане невежественны, не зная Слова Божьего, не зная пути жизни, пути спасения. К сожалению, инфицированы вот этими бациллами этой заразы, антисемитизма. И вот, одной из стратегических таких задач, вот, генеральных задач нашей церкви, я это принял от Бога в самом начале служения, это борьба с антисемитизмом и вообще со всякими прочими этими измами, вот, чтобы христианство наше было действительно евангельским мыслящим, библейским верующим христианством, и христианцентричным, и избавленным от всякого рода лжи, врага, в частности, от антисемитизма, нацизма и прочих этих зол. Слава Богу, друзья мои, за всем, вот, и сегодня, вот, зажжем, зажгли свечи уже, да, вот, мои, надеюсь, тоже уже зажгли свечи, вот, пусть Бог благоставит всех вас, но самое главное, чтобы наши сердца горели, конечно, пламенели к Господу, вот, и такая плетенка, хала, купил в магазине, да, здесь, так написано, хала, слава Богу, за Украину, здесь можно купить прямо в магазине халу, вот, и плод виноградной лозы, слава Богу, за Сандору и за израильский сок, плод виноградной лозы, и помолимся, как вот принято, и как прекрасно произносятся эти слова, прекрасно произносятся эти исповедания, благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли. Спасибо, Господи, за хлеб наш насущный. Очень приятно, вкусный хала. И благословен Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Шаббат шалом, друзья, шаббат шалом, моя семья, шаббат шалом, Господь Бог всемогущий, шаббат шалом. Благодарю Тебя за этот шаббат, за этот субботний день. Благодарю Тебя, Господь, за то, что этот мир создан Тобою, и мы это провозглашаем. Отмечая седьмой день, шаббат, этим самым даже мы провозглашаем всему миру, всей вселенной, что этот мир имеет разумный замысел. Этот мир создан Тобой, Господь Бог всемогущий. Бог Авраама Исаака Якова. Аминь, 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 аминь. Спасибо, Господи, за этот день. Спасибо за время покоя с Тобою и в Тебе. Аллилуйя, друзья. Вот, и две главных темы во всем шаббате, в любом шаббате. Кстати, чудо такое ведь интересно, да? С самого первого шаббата, который Бог провел с нашими праотцами, праматерью Евой и праотцом Адамом, до сегодняшнего дня. Этот цикл семидневный, он присутствует. Он не сбился, он не потерялся, он сохранился по сей час. Вот, де юре, это заповедью стало для нас в 20 главе книги Исход. А де факто это было всегда. Это было всегда. И даже в Египте, в условиях рабства, когда исполнение этой заповеди было сопряжено с большой опасностью и притеснением со стороны властей, значит, рабовладельцев, все равно евреи сохраняли это. Сохраняли потомки Якова. И, друзья, действительно это великое чудо. Вот, и когда Мессия вернется, Иисус Христос, вот я договорю ту мысль, что провозглашу эту потрясающую мысль, что когда Мессия вернется, Он вновь напомнит людям об этом забытом для многих, увы, верующих дне. Вот, и из суббота в субботу люди будут приходить на поклонение Господу Богу в Иерусалиме. Слава Богу! А также на праздник Суккот, поставление кущей также. Вот, и, то есть, первая причина, почему Шаббат мы празднуем, она гениальна и проста, она восхитительна. Этот мир создан Богом. А вторая причина в том, что мы не рабы, рабы не мы. Он вывел нас из рабства египетского, и Он не хочет, чтобы мы подвергались Игу рабству. Он не хочет, чтобы мы снова подвергались Игу рабству. Он хочет, чтобы мы были свободными, действительно. И кого Сын освободит? Мессия Иешуа. В Новом Завете это по-новому прозвучало, что Бог освободитель наш. и кого Сын освободит, и вы были по-настоящему свободным человеком. Слава Богу! Слава Иисусу Христу! На веки слава Богу Святому! Аминь! Благодарю Тебя, Отец! Благодарю Тебя, Иисус! Благодарю, О Дух Святой, за все я благодарю, за все я благодарю, за Голгофу, за кровь. Я Тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою и за жизнь вечную, бесконечную, за дар вечной жизни благодарю, за спасение, которое Ты даровал нам. Благодарю Тебя, Господь, за исцеление, благодарю Тебя, за освобождение, благодарю Тебя, Господь, слава Тебе, слава Тебе и хвала, Господь, слава Тебе. Боже всемогущий, благословен Ты, Бог наш, благословен Отец наш, любящий нас, слава Тебе. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Ненародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так Он возлюбил этот мир. Спасибо Тебе, Господь, за все. Спасибо. Боже, благослови наши дома, наших родных и ближних, наших жен, детей. Благослови наших и дальних наших. Благослови всех, о ком мы молимся. Боже, сегодня пошли, Господь Божий, действительно свое чудо. В завершение этого праздника Пурим и начало уже субботнего дня, ведь, друзья, действительно Пурим завершился, да, календарный, но он плавно перетек в Шаббат. Очень красивое такое, знаете ли, вот перетекание. Слава Богу, спасибо Тебе, Господь, за все. Боже, спасибо за Твой божественный Пурим, спасибо, Господь, за чудо Твое. Аминь. Вот, и, действительно, величайший Пурим, он, мы вспоминаем о том древнем Пуриме, читая книгу Эсфири, в эти дни как раз мы это делали, да, но мы должны помнить и о том всегда, что наш Бог есть Бог Пурима. Вот, и что будет грядущий, последний Пурим, когда Господь вернется. Слава Богу. Вот тогда и поговорим. Встретимся, пообщаемся, и у нас будет впереди целая вечность. Вот, и блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Твоем, Господи. А мы вкушаем хлеб в Его Царстве. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Спасибо, Господь. Спасибо, всемогущий Бог наш. Благослови, Господь, наши дома шаломом своим. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Сия вера апостольская, сия вера христианская. Слава Господу Богу Всемогущему. Так что поздравляю всех, паки-паки, суббота начавшаяся, все. До завтрашнего вечера у нас покой. Шалом, шаббат, шалом, шаббат, шалом, шалом, шаббат. Слава Богу. И в завтрашнем дне, если есть возможность, посетите собрание. Есть мессианские общины, христианские церкви некоторые собираются в субботу, тоже я знаю. Наше служение церковное будет в воскресенье с утра. Вот, и кто в Киеве, приглашаю тоже. Вот, а так еще завтра служение, одно из самых моих любимых служений здесь в Киеве, это киевско-еврейско-мессианская община. Шаббат проходит здесь неподалеку, на левом берегу. Вот, а в воскресенье киевско-еврейско-мессианская община проводит Пуримшпиль. Постпуримный, уже будем договорить, Пуримшпиль. В 16.00, Прорезная, улица, дом 8. Вот так я уточнил адрес. Поэтому добро пожаловать, я пользуюсь случаем, хочу пригласить вас тоже. Вот, думаю, это очень важно, особенно кто не был ни разу на Пуримшпиль, на Пуримном концерте еврейском, то вам нужно быть обязательно вообще, обязательно. Вот, так что, шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом. Подпевайте, друзья. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, шалом. Шаббат, шалом. Шаббат, 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 шалом. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat 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 Shalom.